Всем привет! С вами снова я, Илья. И сегодня у меня такая интересная тема, как мне кажется. Она касается QA и тестирования, но не с точки зрения как инженера или технических каких-то навыков, примеров, тестирования, практик и всего такого, а больше со стороны карьеры. Моей и вашей потенциальной, либо вашей текущей. И хотелось бы поговорить именно об этом. Почему? У нас когда появилась автоматизация, только идеи пошли, начали это пробовать и у людей начало получаться, сразу же народ начал говорить о том, что ну все, теперь мануальное тестирование умрет, потому что машины там не нужны, они не отдыхают, они там их очень легко масштабируют по сравнению с человеком. Надо 100 машин, ты поднял 100 машин, они там бегают, что-то делают, тестируют. Вот, с людьми так сложнее, люди болеют, у них бывает, что плохое настроение или там он что-то переживает, что-то случилось, еще что, он становится невнимательным, в общем, это влияет на качество его работы. На машину обычно так ничего не влияет, поэтому скоро нам не нужны будут люди для тестирования. Потом восстали всякие бахи, болтаны и прочие канеры, они начали рассказывать, что ребята, не волнуйтесь, далеко еще до восстания машин, и QA будут нужны всегда, потому что там машина не умеет думать так, как человек, и она не замечает столько вещей, только то, что вы натравили ее, на что смотреть, все остальное она не видит, она не сможет делать эксплоратый тестинг и так далее. И казалось бы, многие поверили, и нет причин беспокоиться, всегда будет, что потестировать нам, родным тестировщикам, да? А вот я считаю, что нет. И у меня есть к этому такие, так сказать, предпосылки. То есть я полностью согласен со всеми метрами тестирования, что машины далеки еще от того, чтобы нас заменить полностью, как один в один. Но вопрос здесь не в этом на самом деле. И мануальный тестирование умрет. Умрет, я имею в виду, не в плане, что ни одного человека в мире не будет существовать, кто будет это делать. Конечно же, будут люди, кто-то будет делать, но это не будет сильно распространено. Если компания большая, это может быть один QA на всю компанию, к примеру, да? И естественно, что его роль в этой компании, она поменяется. То есть он не будет прямо тестировать. Скорее, это будет какое-то консультирование по поводу там фичей и как они связаны и так далее. Там больше как с пользователем. В общем, что-то такое. Почему? Давайте оставим этот вопрос, как бы подвесим ему в воздухе. Умрем, не умрем, да? Тестирование мануальное. И зайдем с другой стороны. Вот представьте ситуацию, было время, когда люди использовали, допустим, лошадь. И у них была там телега, и там купцы говорили, ребят, вам в селе там нужно соль. Они говорят, да, вы знаете, очень нужно. Они говорят, хорошо, мы вам привезем и продадим. Те сказали, ждем. И они там навьючили своих лошадей и поехали, допустим, за 500 километров. Это прям огромное расстояние для людей того времени, да? Поехали из Одессы в Крым. Едут, в общем, туда-обратно месяц. За это время появляется какой-то человек, другая фирма, да, конкурирующая, которая говорит, у нас вот есть машина, да, и вот она не сильно еще распространена, но мы успеем это сделать за неделю. Ребята, вам нужна соль? Хорошо. Ну, она там ломается, она еще несовершенна, там ее где-то толкать, надо еще что-то там заправлять. Ну, как-то она доехала туда-обратно, привезла эту соль и за неделю. Люди, конечно, у них, может быть, даже договоренность была с теми чумаками, кто уехал уже на лошадях. Но соль-то нужна сейчас, она сейчас есть, и цена такая же. Нет никакой разницы. То есть не в том, что ты получишь больше, если дольше подождешь. Нет, то же самое, просто ты сейчас это можешь получить раньше. Человек, такое существо, оно не особо терпеливое. Вот я и по себе знаю, и, ну, как бы, по людям вижу, знакомым и так далее. В том плане, что если есть возможность получить что-то сейчас, я хочу это сейчас. Ну, если получить то же самое, но через месяц, как бы, зачем, чего я буду ждать, я хочу это сейчас. Второй, допустим, пример такой, сериалы. Вот, когда, особенно, Игры престолов еще не закончились, был этот сериал, он заканчивается, сезон, ты его там за два дня, к примеру, проглотил, очень интересно, все классно. И тебе говорят, ну, еще год, подожди, следующий сезон. И не потому, что они, там, создатели сериала, любители помучить, да, они, как бы, хотели бы сделать его быстрее за один день, например, чтобы ты на следующий день его и смотрел уже весь сезон. Они просто не могут так быстро, то есть, ограничение в том, что никто так не может быстро. Как только появится кто-то, кто скажет, место года, ребят, я сделаю за месяц, а потом и за неделю, люди будут использовать его. Он вытолкнет всех с рынка, просто потому, что люди к нему все пойдут, к этому человеку. Теперь давайте вернемся к IT, ну, скажем, подойдем поближе к IT. Было время, когда компании создавали софт какой-то определенный за, там, несколько лет. Делали, там, waterfall, все дела, и причем еще могли зафейлиться. Ну, как бы, всегда можно зафейлиться. Тогда просто, как бы, rate или соотношение фейлов и удач было другое. Сейчас оно все-таки стало получше. Как бы, народ уже научился, есть много людей опытных, которые знают, как это делать и так далее. Вот, ну, вопрос в том, что было долго. И не было альтернативы, поэтому, да, люди ждали. Менять, там, requirement нельзя было, просто потому, что, ну, приходилось бы перезапускать весь процесс или часть его. Это еще, как бы, удлиняло, когда создастся тот же самый софт. Потом, какое-то время начали говорить, что вот есть компании, которые могут сделать за полгода. Все-таки, да не, ну, вы что, ну, как-то за полгода, за полгода весь софт написать, да не. Вот, да, есть такие. Сейчас это тоже звучит уже такой, типа, ха, полгода, да, релиз, там, две недели. Какой-нибудь agile. Мы там делаем релиз, пускай небольшой, или какие-то фичи, там, две недели, три недели. Может, даже быстрее. Вот, например, в том же гугле, по-моему, ну, или пускай не будем называть компанией, может, неизвестно, но рассказывали на конференциях, я много слушаю всяких роликов по конференциям различным, тестирование, программирование, создание игр и так далее. Народ чаще-чаще упоминает, да, вот, допустим, что есть компании, которые делают быстро, у них нету задержки, скажем так. У них обратная связь огромная, ну, очень быстрая, в плане не огромная, а очень быстрая. Например, вот ты делаешь какой-то багфикс, небольшой импровмент, маленькую фичу, ты ее сделал, вот ты ее там сам протестировал, добавил тест, естественно, может, тест написал сначала, потом фичу, это неважно, ты это сделал, ты отправил это, так сказать, ну, закоммитил. Только ты закоммитил, поднимается сам environment, или уже существующий, берется, и прогоняются первые тесты, которые быстро, там, ну, там, статический анализ кода, там, покрытие, еще что-то туда-сюда, то, что можно сделать очень быстро. Это все делается, если все хорошо, чек прошел, следующий, там, этап, там, более, там, серьезные тесты, другой environment, там, интеграционные, может, какие-то гоняются, уже вместе, твоя фича, там, вместе со всеми остальными фичами, дальше, там, performance, так далее, так далее, там, четыре уровня таких серьезных у них проходит. И если все хорошо, фича попадает, или этот код попадает в production. И это время, которое происходит от того, как ты закоммитил, и до того, как оно появилось в production, 5 минут. Уже сейчас есть компании, которые могут так делать. То есть они, вот, если надо, за 5 минут они тебе фиксят проблему. Ну, то есть они ее фиксят, и за 5 минут она попадает в production. Также используют, например, такие вещи, как A-B-тестирование, и внедряют телеметрию в программу, которая бегает на компьютере пользователя, там, на телефоне, еще где-то, и на том же сервере, в общем, мониторят все запросы и так далее, собирают эти данные. И когда, там, специалист смотрит на эти данные, он понимает, как его программа работает, говорит, о, там, допустим, там, на миллионе человек, вот, там, большая часть делает вот так. Почему? Он, у него возникают какие-то предположения. Он, не спрашивая людей, потому что люди умеют врать, они умеют быть polite, и они хотят тебя обидеть, и не будут говорить прям правду, там, или для них правда разная, и так далее, и так далее, и так далее. То есть человек несовершенен в этом отношении. Вот, они, не спрашивая людей, на основе данных делают предположения. Наверное, это вот так. Потом дают задачу, там, программистам сделать вот такую-то фишку, внедряют, эта фишка в программу очень быстро попадает в, там, в продакшн. Допустим, выкатывают это на, там, 5% пользователей, 1% пользователей, зависит от того, сколько там у вас этих пользователей, на какое-то количество людей, и смотрят, допустим, используется на ней это или нет. Или подтверждается, там, гипотеза о том, что вот это, вот это вот так происходит, или нет. Если, допустим, мало, ну, если все хорошо, но данных мало, там, ну, на большее количество людей и так далее. То есть, есть возможность быстро это проверить. Проверяется, если, да, действительно, это пользователям нравится, и там есть в этом какая-то фишка, начинают делать эту фичу, может быть, маленькими кусочками, как-то делать. Суть в том, что это происходит очень быстро. Почему? Потому что чем быстрее ты делаешь то, что людям нужно, и делаешь это, допустим, так, что тоже быстро они могут этим пользоваться, ты побеждаешь. Пользователи идут к тебе, никто не хочет ждать. Получить то же самое через более длинное время. Зачем? За те же деньги, например. Или даже бесплатно. То есть, и все остальные, кто тупят, так скажем, они выталкиваются потихоньку из рынка. Просто потому, что люди уходят. Ну, а без людей, без пользователей, твой продукт никому не... Ну, как бы, он как Google+, короче. Очень похож. Вот. И он может быть очень хорошим, возможно, но, как бы, пользователя нет, но все загибается, закрывается. И вот здесь, как бы, и основная фишка. Клей, мануальное тестирование, оно очень долгое. Прям вот капец долгое. Даже если вы его распараллелите на какое-то количество, огромное количество, там, людей, все равно оно будет дольше, чем это делать автоматически. Да, скорее всего, люди пройдут лучше. Ну, то есть, протестируют, там, больше найдут проблем. Но вопрос не в том, кто больше найдет проблем, а в том, можно ли использовать ваш софт, получать с него пользу уже сейчас или нет? То есть, это может быть так, что ты вот настолько плохо все делаете, там, вообще без тестирования, допустим, выкатываете, да, пользователь пробует, оно все развалится. Да, это, конечно, не пойдет. Вы быстро, ну, как там должно работать? Но если пользователь, используя вашу программу, пускай она даже, даже если она кривая какая-то, да, она быстро обновляется, много каких-то фич, и он уже с помощью нее, допустим, зарабатывает деньги, ну, там, или развлечения какие-то, зависит, что за программа, он будет ее предпочтет. Чем ждать, там, год для качественной программы, которая еще и может зафейлиться, в конце концов? Тоже могут быть не самые классные. То есть, вопрос здесь не в том, что машины делают как-то тупо, а люди так умные, поэтому люди никогда не перестанут тестировать. Нет, вопрос в другом. Вопрос в том, что в требовании бизнеса, да, бизнес хочет чем можно быстрее, поэтому человек отсюда исключает. Исключают опросы людей, исключают мануальное тестирование, если возможно, автоматическое тестирование пытаются ускорить, сделать либо быстрее, ну, и также всякие там практики по программированию, чтобы было меньше проблем, задержек и так далее. Ну, вот такие вот у меня мысли на этот счет. И я бы хотел, конечно, было бы классно, если бы этот ролик там позволил, ну, или позволил, скорее, как бы сработал так, чтобы вы об этом задумались. То есть, что с этим можно делать? Можно проигнорить, конечно, сказать, ну, хорошо, но умрет когда-нибудь. Не обязательно сейчас, правильно, ты же не говоришь, что прям завтра там, и даже, наверное, даже не через пять лет. То есть, какое-то время. Но точно умрет, но когда, вот, неизвестно. Может очень быстро что-то произойти, а может через какое-то время. Хорошо. Вопрос в том, как бы, что вы будете с этим делать? Так что, ну, можете оставить в комментариях, если у вас есть по этому поводу какие-то версии. Буду с удовольствием почитаю и прокомментирую в ответ, что я по этому поводу думаю. Спасибо за внимание и до новых встреч!